Прямо сейчас мы находимся на том самом пешеходном переходе, где в минувший четверг водитель внедорожника сбил подростка на самокате. Нам удалось выяснить, что пострадавшего зовут Егор Дворецкий, он ученик 8 класса Истринского лицея. О том, в каком состоянии он сейчас находится, нам рассказали врачи. 25 числа около 11 часов вечера поступил пациент Дворецкий Егор Алексеевич, 14 лет. Состояние по мере поступления ухудшалось. Изначально он был в сознании, но при поступлении к нам уже в прямом покое состояние ухудшилось до комы. Мальчика незамедлительно отправили в реанимацию, где продолжилась интенсивная терапия. По результатам компьютерной томографии черепа и грудной клетки стало известно, что у Егора ушиб головного мозга, перелом костей у основания свода черепа, а также ушиб легких. После чего мои действия были связаны с тем, чтобы срочно перевезти мальчика в Москву. По каналам МЧС, медвокационные, я договорился с ночмедом детской Тушинской больницы, имени Спиранского, о переводе мальчика к ним. Условия у них, конечно, более оснащены, они помощнее немножко. И у нас как бы есть приказ, что мы более тяжелопольные, ДТП, по дорожной транспортной карте переводим в более специализированные центры. По последним данным, состояние Егора улучшилось, и его в скором времени переведут из реанимации в общую палату. Я думаю, что быстро это. То есть инвалидности не будет? Не должно быть, я так думаю. Но тут конкретно сказать не надо, надо время. Все покажет время, что дальше, как, какие осложнения после этого могут выплыть, тоже неизвестно. Вроде бы костной травмы как таковой-то нету, да больше черепа мозговая превалирует. Ну, в дальнейшем посмотрим, время покажет. Улучшение подтвердила и классный руководитель Егора Надежда Андреева. Она рассказала нашему порталу, что мальчик уже приоткрыл один глаз и даже узнал родных. Также мы поговорили о сборе средств на лечение, которые сейчас активно проходят в социальных сетях. Откликнулось много неравнодушных людей, они искренне желают Егору скорейшего выздоровления. Определенная сумма уже собрана, но мама не знает, она надеется на лучшее, что может и хватит. Она говорит, а зачем как бы лишнее? Она вот такой человек. Она уже думала, что приостановить, что написать всем спасибо, пока хватит. А я ей говорю, вы знаете, никогда лишние копейки, им что-то неизвестно, насколько реабилитация затянет. И как мы знаем, что все это платное. Пусть говорят, что бесплатно, но все, что хорошее и все, что необходимо, такое именно, реально помогает, оно все платное. Хочется верить, что Егор действительно поправится и в скором времени вернется к полноценной жизни. Однако проблема все равно остается проблемой. Непростой пешеходный переход на Волоколамском шоссе уже не раз становится причиной несчастных случаев. Буквально полгода назад, в марте, на этом же месте попала под автомобиль женщина, споткнувшись на тротуаре. Но, кстати, еще тогда люди не отзывались об этом участке дороги, как о небезопасном. Что вы думаете насчет пешеходного перехода, который расположен здесь? Нужный переход. Тут все аккуратно ездят, а потом здесь милиционер с утра стоит. Ну, там дети, когда идут в школу. Что скажете по поводу данного пешеходного перехода? Всегда пропускают, все нормально? Да, да, все нормально. Никаких претензий. Теперь положительно настроенных людей на улице не встретишь. Ну, конечно, лучше светофор. Конечно, желательно, да, потому что некоторые очень спешат водителей. И смотришь всегда, стоишь и ждешь, чтобы было бы свободно, потому что некоторые проезжают не глядя. Пешеходный переход довольно-таки небезопасен, потому что машины, которые едут, очень часто тормозят в последний момент. Ужасно опасные, ужасно опасные. Вот идешь и думаешь, если одни пропустят, второй собьет. Вот недавно мальчика сбила. У меня мою родственницу машина сбила. Мотором шла на работу, он, оказывается, ее не видел. Ну, как вы считаете, что вообще можно здесь делать? Может быть, светофор установить или что? Светофор бы надо было установить. Очень опасен. Тут и отвечать даже не надо. Тем более, что здесь дети колют. А они на обид, что здесь творится, это вообще немыслимо. И кто отвечает за это – никто. Пока коснись, как дерево, упадет, пока человеку на голову, тогда только начинает у нас об этом задумываться. Обязательно надо светофор ставить. Полина Громова, Михаил Моралов из Трайраф.